Добрый вечер! Нужно ли ехать за океан для того, чтобы почувствовать знаменитую бродвейскую атмосферу или достаточно посетить концерт в Самарской филармонии? Об этом мы спросим сегодня нашего гостя, дирижера Стюарта Малину, который дебютировал на Бродвее еще в 2007 году. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Музыка, которую вы играете, долгое время не была известна в России. И в связи с этим чувствуете ли вы разницу восприятия публики у вас на родине и здесь? Абсолютно. Музыка Бродвея с прекрасными мелодиями и восхитительными эмоциями всегда покоряет аудиторию. Но зрители здесь не знают этой музыки и воспринимают ее как что-то новое. И это удивительное чувство, когда ты играешь замечательную музыку для кого-то, кто слышит ее впервые и восклицает «Боже, как это прекрасно!». Вот, например, когда мы играли перед Самарой в Тольятти, был незабываемый вечер. Публика была такая воодушевленная. Конечно, были в программе мелодии, например, из кабаре, которые все знают, но очень много в нашей программе для слушателей было в новинку. И даже оркестранты признавались, что не играли этого прежде. И им всем очень понравилось. Вы что считаете более важным в этом случае, чтобы выбрать по-настоящему хорошую музыку, или это во многом зависит от того, какие музыканты ее играют? И то, и другое. Я занимаюсь музыкой не просто ради того, чтобы заработать на жизни, но и потому, что это делает меня счастливым. Я думаю, главная задача музыкантов и композиторов — создавать музыку. И композитор, он изначально рождает мелодию, а мы, музыканты, помогаем в этом процессе, помогаем музыке появиться. В этом равновесие между нами. Мы нуждаемся друг в друге. Бывают у вас моменты, когда вы слышите неудачное исполнение. Вы же дирижер, вы приезжаете, может быть, в незнакомый оркестр. Вы не получаете необходимого качества звучания, и это вас серьезно разочаровывает. Или всегда можно достигнуть какого-то оптимального результата. Работа дирижера — сделать все, что ты можешь с каждым оркестром. Я работаю с оркестрами самого разного уровня, от лучших оркестров Америки до любительских. Моя задача — сделать их хорошим сыгранным оркестром, добиться лучшего возможного результата. Не нужно стремиться к совершенству, его нет. Просто делай, что можешь, так хорошо, как только способен. Обычно у нас все получается, и музыканты, с которыми мне удалось поработать, всегда показывали высокий результат. Очень редко я должен был признать, что не могу работать с тем или иным оркестром. Я обычно хороший парень, и, как правило, со всеми лажу. Но, конечно, время от времени, может, раз в 10 лет, я чувствую, что недоволен тем, что сделал. Но большую часть времени я чувствую удовлетворение от сделанной работы, и оркестры, с которыми работаю, показывают отличный результат. Это приятно. И в чем тогда ваш секрет? Вот в этом вашем хорошем настроении, может быть, или это все-таки упорный труд и какие-то профессиональные нюансы? И то, и другое, конечно. Дирижер работает всегда, каждую минуту времени. Большую часть времени я готовлюсь к тому, чтобы взяться за то или иное произведение. Но чтобы добиваться результата, с оркестром недостаточно быть хорошим парнем. Я стараюсь, конечно, быть хорошим парнем, но ключ к успеху, я думаю, в том, чтобы не диктовать свою волю музыкантам, но общаться как с коллегами. Конечно, приходится требовать, но все-таки лучше быть настолько добрым, насколько можешь. Так что нет секрета. Иногда у тебя налаживается отличное взаимодействие с оркестром, иногда похуже. Но в любой ситуации я стараюсь сделать все, на что способен. И я считаю, что я очень счастливый человек, что имею такую работу. Трудно представить лучшую работу, чем заниматься музыкой. И я стараюсь быть благодарным жизни за это. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...